Коллеги Франк Картига, главный тренер Родины. Франк, сегодня наша команда проиграла, но в целом довольны ли вы парнями то, как они отдавались на поле? Сегодня наша команда потеряла. Но вы счастливы с нашими игроками? Как они борются на сборке? Да, конечно, я счастливы с нашим игрокам. Я бы хотел больше контроля против матча в каких эпизодах, особенно в первой половине, последние 20-25 минуты. Но в целом, игроки борются, игроки против одного команды и премьер Лига. Я очень счастлив, что я не спрашиваю о игре. Но я счастлив, что я не могу. Да, конечно, я доволен своей командой сегодня тем, как они играли. Конечно, хотелось бы больше контроля в первом тайме, последние 20-25 минут второго тайма. Но в принципе, в общем, как команда билась, как команда боролась, как команда играла, у меня нет никаких претензий. И никому игроку не могу предъявить никаких претензий. Я счастлив за команду, как она играла. Да, сыграли в ничье и были пенальти. Не повезло. Сегодня вроде не была ротация. Некоторые игроки, которые не играли в последних двух матчах, появились на поле. Скажите, пожалуйста, довольны ли вы ими? И в принципе тоже, как они проявили себя на поле и воспользовали свои шансы. Итак, сегодня мы были ротациями. И некоторые игроки, которые не играли в последних двух матчах, у них были какие-то практики. И что вы думаете? Они использовали свои шансы сегодня? Да, очень счастливы с этими игроками. И это правда, что в первой игре против Акрон, у них играли очень хорошие матча. Мы победили в Акрон. Мы победили 0-2. И мы повторялись на самую линейку против Шини, потому что они удержали играть. И также играли очень хорошие матчы. И сегодня было время для других игроков, которые могли играть. И теперь я знаю, что я могу выбрать больше игроков, чем в первых двух матчах. И мы увидим в будущем. Но я уверен, что я буду использовать все эти игроков, потому что они играют очень хорошие матчы и играют очень хорошо. Да, я очень доволен ребятами, которые сегодня вышли, которые сегодня показали себя. У нас был матч с Акроном, когда команда продемонстрировала очень хорошую игру. И тот стартовый состав, который вышел, он заслужил. Начать следующую игру в чемпионате с Шинником. Там мы тоже выиграли. И, соответственно, никаких претензий не было к команде. Но сегодня была кубковая игра. И кубковая игра, где была возможность проявить у ребят, у которых не было так много игровой практики в этих двух матчах. Но сейчас, по итогам этого матча, я понимаю, что в моей команде есть игроки, которые претендуют на стартовый состав. Не только кто выходил в матч чемпионата, но и сегодня мне доказали, что они имеют шанс выйти в следующих матчах. Поэтому доволен всеми, кто вышел. Сегодня была первая домашняя игра Родины. На трибунах было много болельщиков нашей команды. В принципе, как ему поддержка фанатов Родины и как атмосфера на матче. Так что сегодня была первая домашняя игра. И сегодня много фанатов были на трибуне. И вы чувствовали это поддержка наших фанатов? Как вы чувствуете? Я надеюсь, что они продолжат приходить в наш стадион. Наши фанаты будут нужны. Они будут нужны. Они будут нужны. Они будут нужны. И мы должны находить как можно больше людей на стадион, чтобы поддерживать нашу команду. И это нам нужно для достижения нашей цели. Поэтому очень надеюсь, что в понедельник в игре с Кубанией мы видим такое же большое количество людей, которые придут нас поддержать. Удалось ли вам посмотреть повтор пенальти, который был назначен в вашей ворота? И как оцените этот эпизод? Было ли там нарушение правил? Или судьи немного перестарались? Так, вопрос о пенальти. У вас есть возможность посмотреть на пенальти? И что вы думаете о пенальти? Было ли это реальное пенальти или учитывали немного больше работы, чем они должны делать? Я смотрел пенальти, когда я пришел сюда. Я предпочитаю, что я не говорю ничего. Я предпочитаю, что я не говорю ничего. Потому что после 6-7 минут, чтобы смотреть на пенальти, решить, что это пенальти, я не знаю, в каком футболе мы играем. Я не знаю. Поэтому я предпочитаю, что я не говорю ничего. Знаете, я удалось посмотреть этот пенальти как раз таки перед приходом на пресс-конференцию. И я предпочитаю, в принципе, сейчас ничего не говорить по этому поводу, потому что, ну, когда судьи 6-7 минут смотрят вар и смотрят этот пенальти, и после 6-7 минут просмотра они дают за это пенальти. Я предпочитаю ничего не говорить и просто не понимаю, в какой футбол мы тут играем. Еще есть вопросы? Пожалуйста. А можете сравнить вообще в России, Европу как в Европе? Мы сейчас видели матч Арсенал-Порту, когда любые решения в 20-30 секунд продолжаем игру. В России в 3-4-5-6 минут смотрят очередные факторы, когда вроде бы все понятно и без видео. А можно сравнить с тем, что мы имеем в России и в Европе? Например, в Европе, в Европе, в Champions League, Арсенал играли против Порту. И с тем, 20-30 секунд максимум. И в Европе начинаются снова. И здесь, в России, 6-7 минуты. Они смотрят на что-то. А что ты говоришь об этом? Да, я уже сказал, что если ты в жизни решишь, если ты в жизни решишь, если это пенальти или нет, и ты делаешь ошибку, это нормально. Это очень трудно. И это очень сложный. И вы решите, что это пенальти. И если вы на баре в 30 секунд, с壓力. Но после 6-7-8 минуты, вы решите, что это пенальти. И... Окей. Да, как я и сказал до этого, ну, вы же понимаете, что, допустим, если рефери принимает такое решение в матче, в пылу борьбы, и даже если рефери ошибается, но это понятно, это может быть ошибка, человеческий фактор. Да и хорошо. Идет просмотр в вар-комнате. 20-30 секунд, опять же, под давлением, принимает решение какое-то. Хорошо. Но когда 6-7-8 минут смотрят один эпизод, такой эпизод, и после ставят такой пенальти, ну, окей. Все? Пожалуйста. Какой ценит игру вашего мальчика, Данила Куликова? Как он сегодня ушел в игру и в целом? Да. Мы отдали Куликову сегодня, потому что он играл два игры в игре. И в второй половине, я думаю, что нужно больше, чтобы иметь более контроль. Я сказал, что в первой половине, нужно больше контроль. Не только защищать результаты. И когда он в игре мы вернем, чтобы иметь контроль и иметь более позиции. Это очень помогает нам. Он очень хороший игрок. для нас. Я очень рад с ним, его активность, его уровень. Я уверен, что он будет помогать в каждой половине. Сегодня Куликов у нас получил отдых, он не вышел в стартовом составе, потому что до этого сыграл два матча в стартовом составе, и сейчас он вышел во втором тайме, потому что нужно было чуть поменять игру, добавить одного ползащитника для того, чтобы опять вернуть себе контроль, контроль над мячом. И когда вышел Данил Куликов, нам удалось это сделать, и мы опять вернули себе контроль, и в этом его заслуга тоже есть очень большая. И в принципе, его отношение, его уровень как футболиста меня полностью устраивает. Для нашей команды это очень сильное приобретение, и я думаю, что нам очень сильно поможет в будущем. Еще вопросы есть? Все, спасибо. Спасибо.